Это проект «Смотри Хабарск» в студии Надежды Выходцева. Поводом для нынешней беседы стала трагедия в Крокус-Сити-Холле и то, как общество на него отреагировало. Самые разные люди, и молодые, и уже с опытом. Отсюда возникла идея обсудить, как переживать трудные времена. Способны ли мы, взрослые, научить детей должным образом реагировать на подобные ситуации? И нужно ли это делать? Разбираться в этих вопросах мы будем с моей гостью в студии психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Панченко. Елена Александровна, добрый вам день. Вот скажите, пожалуйста, вы буквально недавно наблюдали детей как раз в период этой трагедии. Какой вывод вы можете сделать из того, что вы пронаблюдали? Ну, знаете, получилась такая неслучайная случайность. Действительно, в понедельник и вторник смотрело детей. В понедельник где-то порядка 50-60 человек, а во вторник прямо больше, более 90. И поскольку выходные дни и предвыходной день была трагедия, я из исследовательского интереса первым десяти детям, ну, примерно, плюс-минус, задавала вопрос, а как ты реагируешь на то, что произошло? Ну, я была в таком удивлении, и даже вот немножко сделала паузу, минуты две не принимала. Ребята спрашивают, а что произошло? Говорю, как, подожди, ну, ведь в Москве такая трагедия. Родители разве не сказали? Нет, родители не сказали. Я сначала подумала, ну, бывает всякая, может быть, какая-то семья, которая там занята, не состыковались, выходные дни многие работают. Но за два дня это более 20 детей. То есть уже выборка своеобразная? Это уже выборка. Следующих детей я расстроилась так, что я перестала спрашивать. Я поняла, что то, что хотела бы услышать я, как психотерапевт, как человек, и как женщина, я не услышу. Ну, вот и поэтому решила, что нужно поговорить, потому что психика и нынешний период такой агрессивный, такой наполненный... Сам по себе тревожный. Да, наполненный такими кризисными событиями, действительно, часть жизни нашей стала в буквальном смысле слова с ног на голову. Настолько все изменилось. И вот формирование эмоционального интеллекта, а реакция, жить в обществе и быть свободным, от него классик сказал, нам это точно не переделать. И получается, что... А это дети были 14-15 лет. То есть следующее поколение, которое будет заменять нас? Это вот-вот-вот. И если это люди, которые не выполняют три основных правила социального формирования, социального гражданского общества... Это какие правила? Это первое правило. Знать, что происходит в стране. То есть я считаю, что каждый человек, который живет на какой-то территории, раз в день должен слушать 10-15 минут новостей. И для этого существуют средства массовой информации, которые в сжатой, короткой форме, в быстром темпе дают основные события. Событие произошло в пятницу. В понедельник более 20 детей даже не слышали. Ну, что-то там. Вот несколько ребят мне сказали. Национальная каура была объявлена в воскресенье. Понимаешь? Вторая компонента. Меня как психотерапевта очень тревожит. А какие тогда отношения в семье? Мы вот сейчас говорим, что гаджеты заполонили наши отношения. А для чего мы тогда взрослые люди, если мы не сказали, Маша, Наташа, Александр, подойди, посмотри, что случилось, давай об этом поговорим. А зачем об этом говорить? А как жить? Это же навыки. Можно вот еще вот третий компонент, который... А третий компонент – умение вести себя в чрезвычайных ситуациях. А, то есть правильно понимаешь, что если мы не обсудили такую сложную ситуацию... Если мы не узнали происшествия, мы спрятались... У меня сейчас многие клиенты говорят, я телевизор не включаю. А почему? Там один негатив. Не надо смотреть сериалы по 300 серий, где только убивают. Новости, новостные выжимки мы с вами, как граждане, обязаны смотреть. Для того, чтобы знать правду, что сегодня произошло. То есть если я спрятался, я не узнала о такой ли трагедии, либо о каких-то других историях, которые происходят в течение дня и недели, то я не смогу в этих ситуациях... Я не знаю последствий. Я не знаю последствий, да? Да, что произошло, сколько людей погибло. Извините, до сих пор вообще это была самая... Еще основная ценность – это жизнь человека. И если я не знаю последствий, то зачем я буду знать, как себя вести в каких-то чрезвычайных ситуациях? Вот и все. И этот цикл замкнулся. И мы тогда в телефоне, мы тогда ничего не видим, не слышим. И мы тогда нос к носу сталкиваемся с тем, что мы не справляемся с жизнью. То есть мы блокируем себя от общения с другими людьми? Мы блокируем себя от правды. Мы блокируем себя от ассортимента поведения в реальности здесь и теперь. И мы блокируем себя от успешности. Потому что если здесь и теперь я умею многое, конечно, такие трагические, фатальные события – невозможность совершенно убрать из жизни, к сожалению. Но определенные навыки, и мы видим тех героев, которые не герои, которые просто адаптивные, смышленые, обученные своим эмоциональным интеллектом. Не родителями, не службами чрезвычайных ситуаций, а это вот те дети, которые и молодые люди, и мужчины, и женщины, которые умеют наблюдать, которые умеют сказать «стоп, а что сейчас сделать?» И быстро сконцентрировать свой эмоциональный интеллект на поступок. А вот те люди, их же очень много. Я почти 28 лет выезжаю на региональные чрезвычайные ситуации вместе с психологами МЧС, как специалист от здравоохранения. И я очень часто вижу, что люди абсолютно не готовы. Выезжая на полосу встречного движения, да, и потом в этих ДТП погибает большое количество людей. Лоб в лоб, да? Лоб в лоб, да. Мы не предусматриваем. Идем по бульвару Уссурийского, я иду домой каждый день. Мужчины, женщины зрелого возраста, хорошо одеты, на красный свет, видите ли, 60 секунд, не хочу стоять, на 22 секунде иду на красный свет, потому что нет машины. Я сама водитель, я в любой момент могу газ нажать. И вот в эти секунды, которые ты пошел на красный свет, не потому что я неответственный человек, а потому что ты неответственный пешеход. То есть от того, что... Правильно я вас поняла. То есть от того, что я блокируюсь от негативных новостей, или вообще, в принципе, от новостей, и не знаю последствий, я не смогу спрогнозировать, как мне вести не только, не дай бог, попасть в такую ситуацию, как в Крокосити Холле, но и даже элементарно... Вы не приобретаете навыки. Вот то, что происходит, нас мотивирует. А что я мог сделать? Я, например, первые минуты ревела, а мой сын мне позвонил и сказал, просто надо всегда заходить и видеть, где выход. И я вдруг метафора. Потом я некоторое время подумала, и меня, к сожалению, никто не спрашивает, как опытного психотерапевта. Я, например, считаю... Это уже не первый и даже не второй такой случай. Я считаю, вот мы же с вами в самолет сели, нам, говорят, пристегнулись, и стюардесса вышла и рассказала. Вот это так, вот это так, вот это сюда пойдете, это так нажмете. Я считаю, что при таких массовых мероприятиях должно быть две минуты, когда ролик на экране, вместо музыки и вместо вот этих жующих детей должна быть информация, где входы, мигающий огонек. Понимаете, мы компетентность приобретаем тогда, когда мы мотивированы быть ответственными гражданами вот в таком нестабильном мире, ну и вообще во всяком мире. А это родители. Мы же говорили с вами недавно про воспитание. Да, да, да. 14-летний парень, он не рассуждает так, как я психотерапевт с 40-летним стажем. Но родитель и воспитание как раз в том и есть, что я живу в обществе, мы с тобой пользуемся многими вещами, у нас в квартирах тепло, у нас мирно, мы не сидим в подвалах. Безопасно. Вполне стабильно, вполне стабильно. Настолько, насколько это может быть вот в том, что сейчас творится везде. И если я не говорю, ну-ка, подойди сюда. Вот ты сейчас там сидишь, какие-то мультики смотришь, или вот игралки свои, а посмотри. Надя, там ведь больше 10 супружеских пар погибло, у которых дети, они пошли на концерт, а дети остались дома, и родители никогда не придут. Если эти дети хоть раз услышали, что такое бывает, принять, я, ну, еще раз говорю, я много выезжаю на чрезвычайные ситуации. Жизнь продолжается, она у нас совсем другая. И для того, чтобы быть готовым к другой жизни, с такими потерями, нужно иметь знания. Принять это. Конечно. Потому что ситуация бывает, и возможность принять безысходную ситуацию. Да, да, но все равно должны быть жизненные навыки. А они приобретаются от того, что мы проговариваем эти ситуации. Вот меня больше всего в этой конкретной, да, вот группе детей потрясло то, что родители не поговорили. И мы с вами в прошлый эфир говорим, что главное – разговаривать. Вот проговорить это все, да, предотвратить, возможно, и не получится. Но когда ты там оказался, ты можешь что-то сделать. Там же один человек жену под сиденье подпихнул, да, спрятал. Другой мальчишка четко понимал, что нужна команда. Мы социальные животные, да. Ну, мы с вами биологи заканчиваем, да. Да, мы биологию хорошо знаем, и психофизиологию мы знаем. Если человек слышит якорный голос, который уверен и говорит, так, спокойно, идем туда. Люди сразу поднимают глаза, и вот этот рефлекс на руку, показывающий направление, он срабатывает у нас на уровне инстинкта. Правильно ли я, опять же, я сделаю такую точку, да, в нашем с вами разговоре. Правильно ли я понимаю, что мы приходим, ну, условно куда-нибудь, в магазин, например, но благодаря тому, что мы проговариваем в семье, или с кем-то обсуждаем, ну, любые новости, то у меня есть, ну, в магазине план А, купить молоко, но у меня есть, вдруг возникает ситуация, у меня тут же возникает план Б, как из этого магазина выйти, например. Конечно. План эвакуации для чего висит? Вот понимаете, все продумано, но мы своим невежеством, своим пренебрежением, что, да, это не со мной, со мной в любую минуту, в любом месте, в любое время. И вот этот вот эмоциональный интеллект и социальная компетентность, это то, что должны вдолбить в голову родители. Мы же с вами... А вот если вдруг так получится, что этих разговоров не будет, ну, при этом дети, вот нынешние, с которыми об этом не разговаривают, они выживут, чем это им грозит, ну, предположим, все будет благополучно? Не будет дисфункционально, потому что все время из стороннего мира на улицу ты вышел, кто-то резко засигналил. То есть если мы не имеем навыков реагирования на любые неприятности, наша адаптивность спускается все ниже и ниже, и мы тогда будем дезадаптивными, ну, просто на каждом шагу. И панические атаки, синдром раздраженного кишечника, всевозможные, я не пойду туда, ведь сейчас на телеграм-канале много вот этого общения, ну, десятки я уже прочла отзывов, когда подросток говорит, я больше, семья вышла, спаслись, все благополучно закончилось, но подросток все наблюдал. И он в своем сообщении пишет, я больше никогда никуда не пойду. А то есть он блокирует себе, возможно, успех? Конечно. Понимаешь, прочитаю, да? Конечно. То есть это возникает реально бесконечный страх, и мы через 3-4 года, если мы сейчас не будем работать с этими состояниями, получим поколение детей, которые будут бояться вообще всякой новизны. Это очень опасно. Надя, когда ребенок начинает ходить, он же падает, он разбивает колено, и он приобретает новые навыки с опытом, если мы не разговариваем, если мы не направляем сферу интеллектуальной, когнитивной компетенции в это, то он как будет формировать знания? И причем ведь на сегодняшний день существует предмет основы безопасности. Да. И что толку тогда? И что толку тогда, если мы про это не говорим? Понимаешь? Я всегда говорю, что психиатрия – это социальная наука, медицина, социум, и навыки адаптивности – это все очень перемешано. И человек не может быть здоровым, если он все время требует комфорта. Психоэмоционального, пищевого, теплового. Понимаете? Вы сейчас мне напоминаете один сюжет, который у нас проходил в новостях. он был про терапию инвалидов, детей инвалидов. И один из инструкторов в аэротрубе сказал, что нам всегда говорили о том, что этих детей необходимо ухолить или лезть. И вдруг выяснилось, и для них было это удивление, как раз психофизиолог об этом сказал, что необходимо допускать, чтобы у них был стресс. Как он сказал, стресс. Без стресса мы не развиваемся. Я про это сейчас и говорю. Что нужно проговорить и сказать, слушай, вот мы живем в благополучной сейчас среде, но в любой момент, и ты должен знать, должен. Вот никаких вариантов знать, как себя вести. Вот в таком случае я наконец-то поняла, зачем страшные сказки. Конечно. Потому что я всегда думала, что в сказках необходимо рассказывать, какое небо голубое, какое солнышко красивое и прекрасное. И получается, мы готовим детей к возможным последствиям, различным, различным ситуациям через страшные сказки. То есть страшные сказки... Это метафорическая психотерапия, сказка-терапия. В психотерапии есть официальный метод через сказку психотерапии, потому что детям через сказку более доступен. Но в 14-15 лет, Натя, это уже не дети. Уже позвовато. Нужно честно и прямо говорить, что вот послушай, эта ситуация может повториться в любой момент. Знаете, у меня еще живы 90-е. У меня было несколько раз ситуации, когда я шла, и начиналась стрельба. Я в автомобиле ехала, в пригороде начиналась стрельба. И я... Вы меня удивляете. Простите, дура дурацкая. Я открывала машину и выскакивала помогать, потому что я видела пулевое ранение. Мне муж за шкирку вот так вот засунул машину, говорит, ты дура, ты должна быстрее проехать, потому что... Ну, небезопасная ситуация. Небезопасная ситуация, тем более я женщину, что это могу сделать, понимаете? То есть обязательно стрессоустойчивость приобретается только через вот этот опыт трудностей и выживания. Да, ты не сообразил, ты умрешь. Сообразил хорошо, ты, возможно, не со стопроцентной вероятностью выживешь, и ты еще сколько людей спасешь. Даже если ты просто ляжешь на пол, да? Даже если ты просто вышибешь дверь, даже если ты просто там... Недавно я вот слушала, ну, слушала тоже очевидца, и человека, который был в эпицентре, наткнулись на стеклянную дверь, почему-то постеснялись ее разбить. Ее надо выбить! Нафиг думать о стеклянной двери! Понимаешь? И вот это вот негативное отношение сейчас в сторону владельцев. Я знаю этот Крокус Сити. Это великолепное, очень хорошо оборудованное помещение. Я, правда, знаю это достаточно давно, когда только открывались все эти концертные площадки. Это неправильно, что мы сейчас обвиняем тех, кто хозяева помещения. Очень много всяких юридических нюансов, которые ограничивают их возможности. Например, в моем отделении есть охранник, у которого нет ничего. А больные есть очень серьезность, и там только разговор. В моей жизни были товарищи, которые с вооруженными людьми часами разговаривали, будучи безоружными. Да мы видели с вами, как наш уважаемый Иосиф Кобзон ходил, доктор Рошаль. Понимаете? Это еще Норд-Ост. Это еще Норд-Ост. Но ситуации повторяются, и мы должны понимать, что где-то там это далеко, и вот Рошаль, и Кобзон, и спецслужбы все это решили, и нет. Вот, пожалуйста. А может быть, возможно ли то, что это там Москва, а мы-то немножко как будто бы за 7 тысяч верст, может быть, поэтому родители не говорили? Как вы думаете, то, что где-то там происходит? Надь, вы хотите оправдать невежество и отсутствие социальной позиции? Нет. Я не буду этим оправдывать. Я еще раз говорю, при нынешнем времени, при быстроте перемещения, при вещах, которые, ну, по интернет, всяким сайтам быстро решаются. У нас же был совсем недавно период, когда суицидент, суицидентов группа была, и ребята буквально цепочкой день за день приумножали завершенные суициды. Нет, нельзя. Компетентность, эмоциональная компетентность, готовность здесь и теперь быть все время в решающей позиции. Я не спрячусь, я должна знать правду. Тем более, что, ну, как вам сказать, мы не развиваемся духовно, если мы этим не занимаемся. Ну и что будет через 10 лет? Ну, перспективы, на самом деле, ужасные. Да, а потом, ну, я-то уже глубокая пенсионерка, а 40-летние, вот, которые сейчас не разговаривают с своими детьми, вы вообще подумайте о старости? Вот как? Так, вот как раз тогда у меня такой вопрос. Сейчас как раз и у нас год семьи в стране идет. Подобные разговоры о неприятных вещах, о страшных вещах, они способны ли объединить, или они, вот, люди испугаются и разбегаются? Конечно. Конечно, это же формирует уважение к чужой судьбе. Когда мы не, вот, шаг за шагом не продумываем, а что потом? Да, но сегодня, более того, были какие-то комментарии, что, ну и что? О, нечего ходить, значит, там на... Да, потом люди быстренько это стирали, но тем не менее, первые комментарии были, вот, значит, хотят хорошо там жить в Москве, ходить на дорогие концерты, но это же уровень духовности тоже, слушать музыку. Мы и здесь с вами часто, я сегодня афиши посмотрела, у нас очень много будет концертов. Да. Ходить на них надо, только когда вы заходите в концертный зал, в театр, и всё, вы должны видеть, что как расположено. У вас должна быть вода, я уже, не знаю, 30 лет об этом говорю, у вас должна быть 300-миллилитровая бутылочка воды, у вас должен быть платок, потому что, если начинается... Надя, вы тоже это не знаете? Нет, кстати, у меня как раз... Надя, мне очень жаль, мы очень давно знакомы, я это говорю часто. Нужно намочить этой водичкой платок, закрыть дыхательные пути и двигаться. Ну, чтобы ЦИО не пробежало. Конечно, понимаете, есть масса вещей, которые можно сделать на элементарном, на бытовом уровне совершенно. Давайте подведем сейчас итог нашего с вами разговора. Говорить о проблемах нужно ежедневно, но не с утра до ночи. А вечерний ланч, вы поужинали не за столом, переместились в зону отдыха и проговорили. И таким образом и наше следующее поколение, и наше с вами великолепное время, следующее, не буду говорить, что это старость, будет изумительным. А всё начинается с того, что мы рассказываем детям из страшной сказки, подготавливаем к номеру. И формируем их стрессоустойчивость и адаптивность в период вот таких сложных событий. Мы сегодня затронули важную тему, серьёзную тему, которая, надеюсь, станет поводом для того, чтобы у вас был в доме разговор. У нас в гостях была Елена Панченко, психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир вы можете посмотреть на нашем сайте «Хабаровск-тв.ру». Я Надежда Ухотцева прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!